Такие бытовые навыки и психологическая поддержка не единственное, в чем сегодня нуждаются сироты. В этом году около 500 выпускников областных детских домов и школ-интернатов должны переехать в собственные квартиры. По закону, жилой площадью таких сирот государство обязано обеспечивать бесплатно. Однако не во всех районах области процесс идет нужными темпами. Около 300 сирот в регионе сегодня крайне нуждаются в собственном жилье. В Кирове же для выпускников-интернатов власти решили строить дома. Сколько человек в ближайшее время смогут получить положенные по закону квадратные метры и скольким придется ждать неопределенный срок, узнал Дмитрий Жадарчук. Оценить первый в Кирове дом построенный специально для сирот. Глава города приехал лично. Это здание в Нововятском районе из специально обработанных фанерных блоков на 30 квартир было сдано в мае этого года. Столько же выпускников кировских интернатов и заселились сюда по весне. Площадь каждой квартиры 26 квадратов. Есть своя ванна и туалет, но, как выяснилось, пока без горячей воды. Конечно, довольны, но есть также и минусы. Какие проблемы? С горячей водой у нас проблемы. Вопрос с горячей водой власти пообещали решить и отправились к очередной местной стройке. Через год здесь, в Нововятском районе, квартиры получат еще 50 сирот. Строители заверяют, дом из таких блоков вполне надежен. Простоит как минимум полвека. Да и зимой в нем не замерзнешь. Экологически чистые. И пары заливаются с обеих сторон. Метод термоса. Мне самому лично нравятся эти дома. Правда, тем, кто будет работать или учиться в центре Кирова, добираться сюда окажется непросто. Улица Рухлязева, где строят дома для сирот, находится за переездом в Нововятске. В самой отдаленной его части. Но на другой вариант денег у администрации не хватило бы, заверили чиновники. В центре земля слишком дорогая. А тут квадратный метр обошелся в 33 тысячи. Да и спустя пять лет сироты получат право распоряжаться квартирами, как захотят. Будет желание, продадут и переедут. Рассудили чиновники. То есть это жилье непостоянное. Это жилье для них, для детей и сирот, оно временное. А для того, чтобы их недобросовестные риэлторы не обманули, поэтому вот пять лет они не имеют права. Через пять лет они уже могут продать его в лучшем. Но как бы там ни было, это лучше, чем ничего. Считают в городской администрации. Долгое время все, что могли предложить власти сиротам, это комнаты в коммуналках. Теперь двумя домами ограничиваться не планируют. Обещают встроить и впредь. Тем временем сегодня в области по съемным квартирам и у родственников ждут в своей очереди на собственное жилье. 460 выпускников школ, интернатов и детских домов. А почти 300 человек нуждаются в собственной жилплощади особенно остро. Дмитрий Житрачук, Александр Летова, Бюро новостей, Даючи.